Это Сергей Арбузов и Сергей Курченко. Первый – вице-премьер Украины времен Виктора Януковича. Второй – приближенный к беглому президенту – бизнесмен. Их имена в Украине связаны с наиболее резонансными коррупционными делами. Теперь эти фамилии прозвучали и в Латвии. Они фигурируют в деле охищения из украинского бюджета 50 миллионов евро. Преступной схемой заинтересовались журналисты латвийского телеканала LTV. Я начал с финансовых документов бюджета Латвии на следующий год и увидел там большие суммы. Мои источники в правоохранительных органах потом сказали мне, что это конфискованные деньги, предположительно из Украины. В Латвии есть сектор банков, которые обслуживают нерезидентов. Возможно, в них легче всего отмывать деньги. Следствие продолжается, но подозреваемых все еще нет. Хотя, по данным моих источников, именно украинская сторона и назвала Курченко и Арбузова как возможных виновных. По версии украинской прокуратуры, Курченко украл из бюджета более 100 миллионов долларов. Покупал украинский газ на аукционах по льготным ценам, а на рынке продавал по рыночным. Политик Арбузов фигурант дела о растрате более 25 миллионов долларов. Будучи главой Нацбанка, он предположительно вывел эти деньги из бюджета Украины через фиктивную фирму. Украденные средства на счетах латвийских банков Печерский суд Киева арестовал еще в прошлом году. Но в Латвии, как и в Украине, ни Арбузову, ни Курченко подозрения не предъявили, как утверждают в Риге по вине украинской стороны. Я лично осенью прошлого года был в Украине. Мы со своей стороны Украине информацию предоставили, но, к сожалению, в ответ мы не получили полноценную информацию, которая бы позволила установить, что эти деньги были украдены у государства и должны быть возвращены Украине. Журналисты ЛТВ объясняют, латвийские суды еще до завершения следствия могут конфисковывать незаконные капиталы. Вернуть на родину украденные деньги министр внутренних дел Украины пообещал еще год назад. МВД Украины предпринимает необходимые процедурные шаги для завершения криминального процесса. Прошло больше года, но обещанного так и не произошло. Почему? Юристы Центра противодействия коррупции утверждают, ни МВД, ни Генпрокуратура не заинтересованы в объективном расследовании. Все, чтобы вернуть украденные миллионы, у силовиков есть. Даже поправки в законы приняты еще полгода назад. Эта норма была исправлена по требованию Европейского Союза и облегчает работу правоохранительным органам. Единственная причина, почему это не делается, это страх обличить в непредвзятом расследовании ныне действующих политиков. Затягивание дел и как результат отсутствия приговоров украинских судов может привести к тому, что ЕС просто снимет санкции сбеглых чиновников. Как это, например, произошло с бывшим замглавой администрации Януковича Андреем Портновым. Или же ЕС разморозит активы и вернет их владельцу, как это случилось с бывшим судьей Артуром Емельяновым. В Европарламенте говорят о более масштабных последствиях. Нежелание украинской власти бороться с коррупцией толкает западные страны к более тесному сотрудничеству с Россией. Честно говоря, ситуация сейчас еще хуже, чем год-два назад. Российское лобби в ЕС выставляет Украину, не способное побороть коррупцию. Для некоторых стран Европы это удобная причина для сближения с Россией. Год спустя обещания Авакова так и остались невыполненными. В МВД Украины уверяют, все от них зависящее в делах Курченко и Арбузова они сделали. Возвращение украденных денег зависит от других органов власти. Непринятие закона о спецконфискации, неэффективность действия отдельных должностных лиц генпрокуратуры привела к тому, что мы потеряли значительное количество денег. После выхода в эфир сюжета латвийских журналистов, украинская прокуратура направила в Ригу делегацию, чтобы вернуть конфискованные 50 миллионов. Но это лишь малая часть украденных украинцев денег. Общая сумма – более 7 миллиардов долларов. Для их возвращения нужны решения украинских судов, куда коррупционные дела должна передать генпрокуратура. О том, когда это произойдет, в ведомстве не говорят. Юлия Дрозда, Скольсерко, Настоящее время.